Соединенные Штаты и НАТО не представляют угрозы для России. Украина не угрожает России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. У нас нет планов размещать их там. Мы не нацелены на народ России. Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Гражданам России вы не являетесь нашим врагом. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие семейные узы истории и культура. 77 лет назад наш народ сражался и жертвовал бок о бок, чтобы положить конец худшей войне в истории. Вторая мировая война была войной по необходимости. Но если бы Россия напала на Украину, это была бы война по выбору или война без причины или причины. Я говорю это не для того, чтобы провоцировать, а для того, чтобы говорить правду, потому что правда имеет значение. Подотчетность имеет значение. Если Россия действительно вторгнется в ближайшие дни и недели, человеческие жертвы для Украины будут огромными, и стратегический крест для России также будет огромным. Если Россия нападет на Украину, это будет встречено подавляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение. Вторжение в Украину окажется нанесенной самому себе раной. Соединенные Штаты и наши союзники, и партнеры ответят решительно. Запад сегодня сплочен и воодушевлен. Наши союзники по НАТО и Североатлантический Союз также едины и решительны, как и когда-либо. Продолжение следует...